МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на канале «Импакт». Это прямой эфир. Мы на программе «Влияние». Я не один, Нелли Мертис. Нелли, приветствую. Добрый вечер. Я рада, что я опять имею возможность и право находиться здесь. Спасибо вам за доверие. Я с удовольствием приезжаю к вам. И спасибо за то, что вы приглашаете нас. Хочу отметить, некоторые люди спрашивают меня, почему я веду такие сложные темы. И я скажу конкретно, что в сентябре месяце мне приснился сон, в котором я учила служителей и матерей, как помочь своим детям, уклонившимся в гомосексуализм. Поэтому я создала или написала теперь эти две сложные темы. И, кстати, с тех пор, Нелли, когда ты была в ноябре месяце, последний раз в прошлом году, то есть когда ты мне позвонила месяц или два назад, практически я понял, что ты работала по этой теме, да? Да, все два месяца я работала по этой теме. По теме гомосексуализма. Да, я написала 40 страниц лекцию. Не знаю, как я успею их передать. Завтра, наверное, вечером мы начнем. Ну, как ты видишь, вот ты бываешь здесь в среде, ты бываешь, служишь даже в некоторых церквах, насколько восприимчиво, не забывай, кстати, это прямой эфир, тут не вырежешь уже, насколько ты видишь восприимчиво та тема, и те откровения, и то слово, которое ты несешь, насколько оно восприимчиво нашим народам. Одно дело, когда это слово звучит на постсоветском пространстве, там, где по большому счету практически 90% люди пришли из мира. Им говори, они принимают, как губку впитывают. Но наша среда уникальна здесь, эмигрантская среда. Мы укоренившиеся христиане верой евангельской, и поэтому, как ты видишь, насколько принимаются людьми? Мое внимание направлено как раз на пятидесятнические церкви, даже не на харизматические. А баптистские почему? Баптистские тоже сюда входят. Связано это с тем, что пятидесятники самодостаточны. Они говорят, что нам ничего не надо, и мы уже в Боге сокрыты. Но на самом деле существует очень много проблем в пятидесятнических семьях, в частном порядке. Много детей уходят в мир. Много детей имеют огромные проблемы. Много детей уклоняются в извращение в связи с тем, что они не получили сладости общения с Богом. Если бы христианские дети научены были бы в церквях наслаждаться божественным присутствием, они не пошли бы налево и направо искать присутствие похоти, страсти и поражения. Вчера ты преподавал, я как раз в аэропорту был, мне, так сказать, передали, я не видел, ты говорила тему аморальная сторона. Потом все, что связано, как ты говоришь, с извращениями, с тем, что связано с интернетом, эротика, порнозависимость. То есть ты видишь, что это та тема, больная тема, и мы говорим за евангельскую среду, мы говорим за наши семьи. Мы не говорим за посторонних людей, которые с ушами и с головой погрязли в этом. Почему ты решила именно... Потому что мы говорили, ты задавал мне вопрос по телефону, вот это есть тема поднять, вот это, вот это. Почему ты видишь больное место в этом? Юра, очень много людей к нам приезжают в Оснабрюк, в Германию, на энкаутере или приезжают в индивидуальном порядке, чтобы мы им послужили. До сентября месяца я не видела кризиса учить на тему гомосексуализм и порнографии в интернете, хотя люди приезжали. Но именно с того момента, когда Бог мне сказал, напиши эту тему, во сне дал повеление и понимание, как бы суть этой темы во сне звучала так. Я помню последние слова молитвы, что я должна учить матерей и учить людей о том, чтобы мы приказом изгоняли всякую тьму из разума христианского ребенка. Я говорила именно так. Я пленяю твое помышление в послушании Христу или разум подчинить Божьему предназначению. Как только пришло это откровение, это удивительно. В геометрической прогрессии люди стали ехать к нам на освобождение. И кто именно? Или активные гомосексуалисты, которые хотят покаяться, освободиться из христианской среды. О неверующих мы речи не ведем. Или пассивные гомосексуалисты. Что я имею в виду пассивные? Это люди, которые с детства страдают склонностью к мужскому роду. Мальчики, которые чувствовали, что у них нет интереса к девочкам, но их взгляд постоянно поворачивается на мужскую линию. А так как сейчас очень много рекламы в этом направлении, человек бомбардируется со стороны рекламы, и чувство, которое он имел с детства, склонность, убежденность какую-то внутреннюю, проще сказать, одержимость в этом направлении, он не может справиться с этим, он не может разобраться с этим. Поэтому люди звонят, баптисты звонят с разных стран, особенно российская сторона. Помогите, я не знаю, что с собой делать, я не хочу жениться, у меня нет настроения. Меня с детства обзывают разными словами, голубой и так далее. И я не знаю, что случилось, но у меня нет победы. Я использую Евангелие, я и молюсь. Я объясняю, как победить, что вам нужно освобождение, что это наследственное проклятие, плюс привитое настроение со стороны общества. Даже так. Друзья, мы в прямом эфире, и, кстати, по ходу нашей беседы открыта прямая телефонная линия. Прямо сейчас. Телефон прямого эфира. Вы можете дозвониться по этому телефону прямо в студию. 916-844-1011. В правом нижнем углу на вашем телеэкране это телефон прямого эфира. Во свете тех нескольких лекций, нескольких бесед, что Нелли проводила, начиная с вторника, это вчера утром, вчера вечером, сегодня утром, вот сегодня среда вечер, еще завтра будет тема, я так понимаю, даже несколько, во свете этой тематики, друзья, если у вас есть любые вопросы, возможно, комментарии даже, возможно, да, мы открыты для того, чтобы иметь с вами интерактив, то есть вы можете позвонить, операторы, они будут принимать ваш звонок и выводить вопросы к Нелли по ходу той темы или того сабжекта, то, что вы слышали на протяжении последних, то ли нескольких дней, то ли в прошлый твой приезд, ты говорила много на тему, в содержании основного, пророческое служение, обольщение и прочее, все, что связано в пророческом служении, поэтому, друзья, welcome, welcome на телеканал, 916-8-4-4-10-11, поэтому продолжаем, и ты увидела, что в этом есть острая нужда? Я не только увидела, факты доказали это, как раз начиная с сентября много людей стало звонить по этому вопросу, совершенно неверующие ребята звонили с России, сказали, что они очень нуждаются в освобождении, я спросила, почему вы уверены, когда вы уверовали, в какую церковь ходите, они говорят, мы уже три года верующие, никого в глаза не видели из христиан, ходили в православную церковь исповедоваться, там их выгнали с метлой, потому что не полагается таким, как бы сказать, нечистым настроением там находиться, они говорят, мы хотим освобождения, и объяснили, что они тоже связаны вот этой садамией, были, но уже три года, как они свободны, но демоническое влияние чувствуют в очень сильной мере, атаки сатанинские, особенно в три часа ночи, и я сказала, конечно, нужно молиться за освобождение, я прямо по телефону, по скайпу молилась за освобождение, молилась за крещение Духом Святым, естественно, я направляю их в церковь, но вот этих конкретных я еще не могла найти для них церковь, и один за другим, как бы гуськом потянулись люди, которые приезжали с разных стран, с разных городов, даже независимо от того, что темы это еще не было, я увидела, насколько Бог вовремя мне дал этот сигнал, вот конкретный случай, мне звонят в церкви, говорят, Неля, срочно приезжай, здесь нужна помощь одному человеку, который к тебе приехал на аудиенцию, я говорю, какая аудиенция, я никому ничего не назначала, но я ехала в церковь, совсем по другому вопросу, надо было готовиться к свадьбе, я как раз была там, а да, на свадьбу, и пригласила группу для организационных вопросов, секретарь говорит, нет, приезжай, посмотри, что творится, я захожу в церковь, реакцентр убирает церковь, приготовляет для собрания, я смотрю, между рядами ходит парень, и просто рычит, ему сказали, что я занята, не могу сейчас принять его, и вот возбудился в нем бесовский дух, и он так себя стал неадекватно вести, поэтому секретарша сказала, пойдем я за тебя помолюсь, в общем, у нас все служители практически активные, Лена взяла его, еще пару человек с собой, и молилась о нем, он так сильно кричал, что мы в другой комнате еле-еле разговаривали, так что, когда закончился мой разговор, я провела с ним углубленную беседу, и выяснили некоторые проблемы, которые нуждались как бы в исповедании, в частном порядке, мы взяли еще там пару братьев, которые с нами присутствовали, потому что мы стараемся не молиться за братьев, один на один, мы стараемся брать кого-то из братьев, потому что разные есть экстессы, и Господь освободил его от разных проблем, связанных с извращением, с каким-то личными настроениями, я вот не называю все детали, потому что я не хочу публично это открывать. Ну да, то есть ты видишь, что Господь конкретно освобождает, конкретно изменяет, меняет судьбы, дотошной или точной информации о происходящем, сколько этих разбитых судеб потом обретали семьями, и, к сожалению, в нас нет, конечно, но есть в Америке, есть целые организации христианские, которые типа вот этого для гомосексуалистов и лесбиянок, которые все-таки с библейской точки зрения они преподают ту основу евангельской истины и те пути, которые ведут к освобождению. Нелли, такой вопрос. В Германии не дали разрешение организовать такие реацентры. Наша церковь очень гонима в связи с тем, что мы публично заявили, что мы против греха извращения. Ну вот смотри, дело в том, что Америка пошла совсем другим путем. И это началось ярко выраженно со вступлением 8 лет назад Обамы на должность президента. Все, что он сделал, это он с первых минут своего президентства, он заявил о том, что дает зеленую улицу, легализация однополых браков и прочее. А потом оно же вылилось в последние вот эти полгода, оно в другое вылилось. Теперь мальчики и девочки могут ходить в один туалет. Это очередная, серьезнейшая головная боль, которая сегодня на слуху у многих политиков. Я с этим встретилась на аэропорту. Представь. Просто хотела воспользоваться дезодорантом. Захожу в женский туалет вместе с дядилой двухметровым, который стоит рядом со мной, и я сконфужена, не знаю, что делать. Очередь ждать у меня нет возможности. Я дождалась, чтобы он вышел. Я не понимаю по-английски. По-английски это уматывайся отсюда. При этом он зашел со своей матерью размер обуви 47-й, настоящие длинные корабли, и стоит рядом со мной. Это сложно. Ладно, маленькие дети, может, у них не такой большой конфуз, но девочки, подростки, это же страшно. Так вот, это начался тренд. Это конкретно начался тренд. И один из штатов, будучи точным, Норск-Колорайна, на уровне штата, на уровне этого штатного заседания, Конгресса, там есть своя законодательная база, в каждом штате в Америке так устроено, они учредили, что не имеешь права, то есть, что в нашем штате будет так и так, девочки для этого, мальчики для своего туалета. То есть, такой винегрет не имеет права быть. Вчера прокурор, генеральный прокурор всей Америки, обвинил штат в том, что они поступили антиконституционно, они не имеют права запрещать мальчикам ходить в девичьи туалеты. И аннулировал то, что законодатель... То есть, мы к чему? Что извращение, оно само по себе не приходит. Там идет в предаток к этому, дьявол начинает подбрасывать, оно уже как снежный ком пошло. Сначала гомосексуализм, потом уже зоо, так сказать, это филия какая-то. А потом педофилия. А потом педофилия, а потом этот огромный винегрет. Поэтому это все на виду, на слуху, и этого уже не скрыть. И благочестивы те семьи, которые действительно, они находят возможности, они находят силы, благочестивы те родители, которые вот не где-то там позволяют улице вот это, или позволяют интернетам, интернатам, позволяют политикам доминировать и управлять семьей, и руководить, так сказать, мировоззрением и формированием мировоззрения школьного ребенка. Но если они сами берут на себя полную ответственность, и его весь рост заявляют о том, что называю вещи своими. Наля, с тех пор, как ты была здесь, такой вопрос. Можно я еще деталь одну добавлю? Пожалуйста. Я склонна мыслить, что человек не может стать гомосексуалистом, если он прежде не станет идолопоклонником. Сначала нужно изъять мораль из сердца, ответственность перед Богом. И тогда приходит любая, любой меры разнузданность. И притом нет ничего нового в том, что сейчас происходит, потому что еще Петр предупреждал, как было во дни Ноя, как было во дни Лота. Так будет пришествие сына человеческого. А что было во дни Лота? Гомосексуализм был узаконен. То, что мы видим на сегодняшний день, реальность. Нелли, мы примем сразу звонки. Ты хотел вопрос задать? Нет, мы примем, потому что люди звонят. Мы слушаем вас, Григорий, вы в прямом эфире. Слушаем вас, приветствуем. Я приветствую вас. Мы сейчас слушаем передачу про мой эфир. И у меня такой вопрос, как понимать вот Святой Смех, как Неля понимает это, чтобы слушать ее объяснение. Святой Смех. Да, я очень знакома с этим вопросом. И прямо скажу, я против всякой формы отклонения. Дело в том, что Дух Святой может коснуться каждого человека, и радость будет в такой огромной мере, что он будет смеяться и даже захохотать. Но это разовый вариант. Когда у тебя поток торжества в такой огромной форме, Дух Святой настолько тебя преодолел или наполнил, что ты переполнен радостью и выражаешь свои эмоции через смех. Но когда это становится формой, формой поклонения, формой служения, мы говорим конкретно о Духе обольщения. Это Дух обольщения. Люди катаются на полу. Я расскажу конкретный случай, который был с нашей церковью в Германии. В Аугсбурге, в Баварии я когда-то была. И церковь, в которой я когда-то была членом, это было 20 лет назад, даже больше, они приняли как систему Святой Смех. Мы приехали с мужем в Сибири, посмотрели на это странное событие. Мы просто подумали, что мы находимся в доме умалишенных. Люди старались выказать свою духовность, хохоча громче другого, валились друг на друга. Это, кстати, славяне. Да, это была наша русская церковь. Это наша русская церковь. Там были также и местные немцы. И, к сожалению, это выглядело просто страшно. Видно было, как люди отдавались в распоряжение демонического духа, теряли самообладание почти как экстаз. Но тогда, когда люди начали ломать руки и ноги, церковь остановилась в этом. Они поняли, что это не то. Если человек падает на отмашь, его никто не поддерживает, и он истерически хохочет, здесь с Духом Святым ничего не связано. Когда я с Михаилом Масловским ездила в эту церковь, одна женщина сказала, это было тоже лет 10 назад, одна женщина сказала, пожалуйста, помолите за меня, у меня печень болит. Как только мы стали молиться за ее исцеление, она, пена пошла изо рта, и она стала истерически смеяться. Сразу проявился дух обольщения, который функционировал теперь в этой церкви, накрыл их как колпаком. Люди еле-еле оттуда выбрались, и церковь потом распалась вообще, хотя была сильная миссионерская церковь. Я всегда понимал, понимаю, и так буду понимать. Имитация. Написано, представьте тело ваше в жертву для разумного служения. Наше служение должно быть разумное. Обязательно. Я верю, когда Дух Святой управляет характером богослужения воскресного. Я верю. Но Дух Святой никогда не поведет в безобразие на служении. Никогда. Это же истерический смех. Разумное служение должно быть разумное. Проявляемое в песнопениях разумное служение. Проявляемое в проповеди Евангелия разумного служения. Когда я вижу, рыкают, гавкают, потом еще что-то делают. Ну, Неля, прыгает, встал на Библию, встал на Библию, и начал прыгать на Библии. Я, по-моему, год или два назад. Я включил один христианский, англоязычный, американский канал, и как раз мой взор попал, когда проповедник, известный, он прыгал на Библии и кричал, я на всем стою. Я сразу же переключил, потому что для нас, для тебя, для твоих родителей, для моих, для нас, для нашей, для нашего понимания это слово, за которое жизнь поддавали наши деды, прадеды, и наше исповедание. Вот я переключил другой канал и включаю, как раз камера выхватила, когда муж с женой, пастыря, огромная церковь, мега церковь, 12 тысяч. На сцене стоит огромная кровать, огромная. Они притащили домашнюю кровать свою из бедрума, лежали на кровати с микрофонами и рассказывали, рассказывали там не в деталях, но рассказывали, что муж с женой должны делать. Это святотатство. То есть мы же понимаем, что это уже неразумно, это безумное служение. Представьте тело ваше в жертву для разумного служения. Поэтому, если так подвести итог, ты очень правильно сказала, сто процентов согласен. Служение должно быть, оно не выходит из рамки нашего естественного, включая духовного понимания, характера Бога. Написано, Господь восмеется над грешником. Есть такое? И они вырвали из контекста, вот те, которые, так сказать, практикуют святой, так называемый, что Господь смеется, но обожди, Господь не хохочет, Господь не рычит, не галкает Господь. Почему вы это вырвали? И упражняет это. Ну, отложим этот вопрос. Можно еще одну деталь добавлю? Я вижу в этом подделку, имитацию. И когда мы молимся за таких людей, мы видим присутствие духа принудительного. У нас в церкви была одна женщина. Всегда, когда начиналось песнопение, она тряслась, махала руками. Я даже сегодня об этом рассказывала. И явно, что это действовал дух принудительный. Впоследствии она стала лжепророчество приносить в церковь, и мы поняли, что дьявол уже взял власть над ее разумом. Она вообще ушла из церкви, никому не подчинялась, не хотела внимать. Но также еще один вариант. Тоже в церковь пришла женщина, которая такая вроде бы искренная, и она и была искренная, приняла Иисуса, приняла духовное крещение, и всегда стояла сзади. Но каждый раз она делала какую-то странную форму гимнастику. Она гнулась, выгибалась, и настолько, что иногда видно было голый пупок. Это дух святой не может настолько высмеивать человека в обществе. Конечно, это был бес. Я говорю ей, можно я помолюсь за тебя? Я подходила сзади, она, не трогай меня, это от Бога проявление. Я думаю, я знаю от какого Бога, только не от небесного. И когда одна старшая служительница подошла ко мне, говорит, Нелли, помолись и выясни, какой дух ее держит, потому что мы все устали от этого гимнастического, пластического выгибания, которое на собрании вообще неуместно. Потому что даже этика не позволяет так себя вести в общественных местах, не говоря уже о духовных настроениях. В театре сразу бы ее вывели. А вот церковь должна терпеть всякую глупость, все изъявления странностей и называть это все духовным. И когда я молилась за нее, Дух Святой сказал мне, это дух принудительный, он принуждает ее делать такую пластическую гимнастику, чуть ли не ласточку. Ну, слава Господу, что Господь как-то наша церковь хранил, по большому счету хранил. Скажем, были там какие-то проявления, там и всем где-то в Сиатле... Отдельные, да? Очень отдельные. В Сиатле ловили золотые изумруды, где-то с потолка падали, потом вскрылось, что это... Сейчас я расскажу вам, можно один случай? То есть, если коротко, да, можешь. Коротко очень. Совсем недавно, перед отъездом, буквально месяц, наверное, я была в одной церкви, которая пригласила меня и сказали, к нам приедет человек, Гленн и Терри Смит, называю их имена открыто, и они будут учить, как попасть на Третье Небо. Я уже знаю похождение на Третье Небеса, чем кончаются, заканчиваются. Сегодня об этом говорила, это обольщение, своевольный выход в астрал, практически. Или человек входит в экстаз, и там он не на Третье Небеса попадает, а в бесовское влияние. Откуда произошло движение христиане 21 века? Они ходили куда-то там на Третье Небеса, встали одержимыми, и так восстали против Библии, они так глумятся в проповедях над Библией, над Словом Божьим, над Истинным, над Христом, на вроде таких понятий, Иисус болтался на кресте, заткни свою Библию в одно место. Это страшно эти проповеди слушать. Поражение пришло из-за того, что они приняли это обольщение. Итак, Гленн рассказывал на этом собрании не о том, как на Третье Небеса ходить, а о чем-то другом, а о всем, что угодно. За два часа он ни разу не сказал имя Иисуса. Ни Иисус, ни Бог, ничего. Он хвалил сверхъестественные чудеса, явления всякие. Мы не знали, как он выглядит. Мы случайно стояли в проходе, идет какой-то человек американского вида, я думаю, наверное, это он и есть, потому что мы опоздали. Мы целой группой приехали, восемь человек на двух автобусах. Идет этот человек, и рядом со мной, проходя, я услышала, что у него в кармане что-то загремело, как бы бусинки покатились по железу или по стеклу. Я подумала, ой, что-то падает из его кармана. Он искусственно споткнулся, потому что мы наблюдали за ситуацией, и все мы стояли с краю. Наклонился из его кармана или откуда непонятно, вывались драгоценные как бы камни. Ну, это настоящие стекляшки, которые я видела в Америке, продаются здесь по дешевке в магазине 99 центов. И это были такие пятигранные камни, которые в Германии не продаются. Обвести немцев легко. Мы все переглянулись, что за театр. Все люди бросились собирать эти бусинки. Я думаю, какие все заботливые, хотят помочь ему. Наверное, у него цепочка рассыпалась. Мы вообще не в курсе. Дело было, что это все искусственное чудотворение. Мы подумали, что все хотят помогать. Люди собрали все эти камешки. Я думаю, я тоже подниму, отдам ему потом. Поднимаю, смотрю, это не бусинки, камешки. И тут он встал на сцену и говорит, ну, кто собрал камни? Вот, поднимите руки, возьмите камни, провозгласите. Я думаю, что за игра? Провозгласите то-то, то-то камень был практически только у меня. Я думаю, может от него избавиться, да, отречься. Но потом посмотрю, что будет делать. И он начал рассказывать, ну, просто это религиозная чушь, что на небе есть такая река, которую Бог как бы на кусочки ломает и на землю рассыпает, и вот мы получаем камни. Если кто-то немножко знает о космосе, какое там трение, там невозможно ничему пролететь, потому что астероиды летят, и они сгорают в воздухе под большой скоростью. А какие-то камешки долетят до земли, потому что Бог их с неба бросает. Во-вторых, на небесах нет материи, у него нет никаких понятий, что Бог ничего с небес не бросает. Если он и бросит какую-то комету, то она сгорит по дороге. Ну да. То есть мы увидели фальшь, мы сразу позвонили еще одному пастору, говорим, вот этот товарищ, теперь я не знаю, как его назвать, брат был у вас, он рассыпал камни? Он говорит, да, везде рассыпал. Мы рассказали, как все это функционирует. Он говорит, я тоже это чувствовал, что это фальшь. Потому что как раз перед ним был еще один такой чудотворец, которого они на камеру заловили, как он готовит эти камни, как он их разбрасывает. И, кстати, вот в Крыму, из Крыма, наши телезрители, мы начали получать, лично на мое имя приходил целый ряд там тех, которые входят в какие-то космические эти непонятности. И они там свои талмуды целые, рукописи мне присылали. Вот вы должны об этом говорить на импакте. Общение с космосом. Да, на импакте обязательно, потому что высмотребельные очень многие из Крыма начали бомбардировать. Христиане? Ну, так называемые, называют себя христиане. Дошло до того, что нашли мой телефон и звонили мне лично, руководители их. Поэтому я говорил, наверное, я говорил в эфире, и повторюсь, это и для Крыма, который стал российский, ну, говорят, временно стал российский, но тем не менее, да. И для Крыма, и для Херсона там, и для других областей о том, что не занимайтесь этой глупостью, не занимайтесь сатанизмом. Это большой чистой воды глупость, чистой или грязной воды. То есть я это, по-моему, отписывал вам, лично говорил, и еще раз повторюсь, если бы на этом остановилось, они стоят в своем, это одержимые люди. То есть много разных странностей, есть евангельская, подтвержденная тысячелетиями опытом, тысячелетним опытом, экспириенс. Евангельская истина, подтверждена это. И на этом мы стоим. Поэтому, вот, и помоги нам в этом Бог, как сказал некогда Мартин Лютер. Мы переходим... Неля... Можно, пожалуйста, добавить, космический дух действительно существует. И Иисус сказал его имя. Я видел сатану, спасшего с неба, как молнию. Где он находится? В биосфере. Он не лазит там в стратосфере или еще где-то в космосе. Он здесь, где он может обольстить людей. И поэтому люди, которые общаются с космосом, они не общаются с какой-то энергетикой, биоэнергетикой, космической энергетикой. Они касаются конкретно тех, кого мы называем НЛО, научно-неопознанные летающие объекты. Но они опознаны Библией давно. Это демоны. В разных формах, в разных видах, в разных изъявлениях. Важно говорить также на импакте, то, что мы и делаем для стран СНГ. Те, которые смотрят нас через спутниковое телевидение, через интернет и в Европе. Друзья, настоятельная рекомендация, я об этом говорю довольно-таки, повторяюсь неоднократно, настоятельная рекомендация. Евангельская церковь. Евангельская. Евангельская. Ни мормоны, ни неговисты, ни всякие другие исты, ни коммунисты, тем более. Евангельская церковь. Вот это правильное направление. Если человек искренний в поисках Бога, он говорит, я искал Бога, вот я нашел. Он один мне написал, я вот нашел. И он зарулил куда-то. Зарулил конкретно. Если Господь искренний в своих поисках, то есть если человек искренний в своих поисках Бога, Господа, Господь обязательно выведет на прямую дорогу. Обязательно. Это будет наставление какое-то, это будет какая-то встреча, это будет голос импакта, это будет на радио где-то. Обязательно Дух Святой даст возможность человеку, который даже искренно, я это говорю, заблуждается. Есть масса людей, они искренны в своих заблуждениях. Бог искренно заблудившихся выведет на чистую дорогу, на прямую дорогу, на истину. Поэтому ищите Господа. Евангельская церковь, евангельского направления. Не ужасайте слово пятидесятники. Не ужасайтесь. Ты так сказала, это они. Ты в мой адрес говорил, я же пятидесятник. В начале-то я говорил, а пятидесятники... Я служу много баптистов. Так смотри, не ужасайте слово пятидесятников, не ужасайте слово баптистов, не ужасайте слово прохаризматического направления. Там тоже есть очень много здравого учения служителей. Очень много есть. Поэтому вот будьте благословены в том, что вы услышали. И Бог мира обязательно будет с вами. Нелин, но все-таки я хочу задать вопрос. Я хочу еще добавить к этой теме. Дело в том, что многие люди занимаются духоманией, поэтому они не попадают в верхние миры. Почему? Потому что для того, чтобы получить голос Божий, чтобы услышать голос Святого Духа, нужно привести себя в порядок, нужно платить цену. Люди не хотят платить цену. Намного легче пользоваться вещунством, ведовством или каким-то третьим глазом и получить какую-то информацию с духовного мира. В основном те люди попадают в западню, которые не смирились пред Богом, которые не поступали по его условиям, не покаялись глубоко в сердце за свое прошлое, оккультическое. Поэтому у них идет мешанина, и они начинают слышать какие-то сверхъестественные понятия с духовного мира, какие-то голоса. 8-4-4-10-11. 916, Эрия Код, Калифорния. 8-4-4-10-11. Я знаю, в Канаде, нам писали из Канады, лично у вас были вопросы к Нелле. Если вы в эфире с нами сегодня, вы можете также из Канады дозвониться. 916-8-4-4-10-11. Ну и все-таки я настойчив в своем вопросе. С тех пор, с ноября месяца по сегодняшний, я знаю, что Господь дает тебе слово, пророжеское слово. Какое свежее слово ты получила? Было ли, то ли для Америки, то ли для района, региона, в целом для церкви? Я молилась о своих детях месяц назад, но вдруг пришло слово, касающееся вообще не моих детей. Было только три предложения. Падет оплот коммунизма. Страна будет зажата со всех сторон, и размеры сократятся вдвое. Но я думаю, мы имеем представление, кто является оплотом коммунизма. Когда я летела сюда, я молилась в самолете об Америке, и мне тоже было такое слово, что будет сильное потрясение в Америке, которое приведет к всеобщему смятению и панике. И что народ Божий должен углубиться в искание Бога. Но это потрясение вызовет величайшее движение пробуждения, потому что люди со страха ринутся в церковь. Вот они придут в церковь, а мы примем звонок. Поэтому мы должны подготовить кадры для принятия большой массы людей. Так же, как было 11 сентября, люди по обвалам пошли в церковь, но они не удержались в церквях, не было людей, подготовленных к их принятию. Мы продолжим мысль. Аня, вы в прямом эфире, слушаем вас. Приветствую вас, драгоценные мои. Приветствую. Мы ваши партнеры. От начала импакта. Там немножечко у нас будет перерыв, у меня к чему обстоятельству. Ну, я Аня из Полонного. Я, мы твои земляки, Юрочи. Слава Господу. Пожалуйста, сделайте ближе микрофон, вас почти не слышно. Ага. Я слышу хорошо. А близко уже вообще. Сейчас слышно, да. У меня большая нужд, да, помолитесь за меня. У меня такое в грудях жжение и тяжесть. Вот не могу понять, и не обидничь, что ли сердце, или что, но у меня в грудях как-то жжет, когда тяжело даже дышать. Мы прямо сейчас совершим молитву. Я думаю, что мы очень приговаривали. Сестра Аня, да, я прошу прощения, сестра Аня, это да, Виталий, подскажи мне. Да, да, я понял. Можно я персонально за нее помолюсь, потому что сейчас важно, не сейчас, а потом, потому что сейчас важно время для обсуждения духовных вопросов. Сестра Аня, мы отправим мой телефон немецкий, и мы сможем по скайпу с вами поговорить. Кстати, мой телефон уже стоит в «Импакте», можете посмотреть. Ну, мне говорили, что там тебе, так сказать, не дают покоя. Телефонная атака. Телефонная атака. Но и мы все равно охотно служим. Просто этот месяц вы выключите. Ты знаешь, ты герой, Неля, ты герой. Ты герой, я тебе говорю. По какому ракурсу? А я скажу по какому. То, что ты озвучила свой телефон мобильный, я знаю, что это жертва. С твоей стороны и со стороны семьи, со стороны мужа, это большая жертва. Потому что я знаю, что люди звонят со всех властей. Клан Германии, поэтому Бог тебя доблагословит. Ему действительно приходится сидеть на телефоне больше. Я бы не позволил себе свой телефон дать в открытый эфир, хотя многие друзья и партнеры знают мой личный телефон. Поэтому Бог доблагословит тебя, что ты открытый, чтобы служить людям. Буду смело сказать, что я сделаю это ради баптистов. Потому что пятидесятники, они как-то находят концы для оказания помощи. Не говори они, говори вы. Не говори они, говори вы. Вы дорогие братья во веки. Ну и меня в том числе. Да, ради вас я назвал этот телефон. Потому что многие баптисты, лютеране, православные, у них нет шанса получить духовную помощь в их среде. И они звонят мне откровенно, говоря об их проблемах демонического характера, физического характера, оккультического характера. И даже много гомосексуалистов звонит. Пожалуйста, помолитесь. По телефону, по скайпу. Мне очень тяжело. Я не могу победить. Еще с детства атакует меня дьявол. И смотри. И вот это потрясение, то, что мы возвращаемся до звонка. Мысль была, которую ты получила от Господа, что то потрясение, которое придет, будет подобно 9-11, 11 сентября, когда люди начнут идти в церковь. Потоком. Было ли, что это будут катаклизмы какие-то в природных явлениях, или было ли это, что это будет искусственно кем-то создано? Детали не были сказаны. Но сейчас, когда я была в Сиэтле и молилась с несколькими разными людьми, особенно с пастором, прямо перед отлетом сюда, то было такое слово сказано, что земля будет содрогаться. И что людям некуда будет бежать, потому что со всех концов Америки придут вести о бедствиях. Это будут и физические бедствия, то есть природные катаклизмы, и политическое давление, не знаю, какой меры, какого сорта. И что людям некуда будет бежать. Также ему было сказано, что в районе Сиэтла Бог создаст три духовные направления, не новые направления какие-то 50-нические, а три духовные движения, как бы Божие движения Духа Святого, три реки, и люди, которые войдут в это молитвенное движение Святого Духа, они будут сохранены в тот момент, когда придет этот сильный удар. И я так поняла, что это все-таки связано с природой, потому что было сказано, что земля будет потрясена, и будет массовое уничтожение жизней. Но те люди, которые будут в этой молитвенной реке, они будут сохранены удивительным образом. Кто-то уйдет из квартиры, кто-то в это время уедет. Кому-то Бог повелит вообще покинуть этот регион. А дело в том, что многие говорят в последнее время, последние полтора-два года, наверное, даже чуть меньше, говорят о так называемом изломе, который идет по дну, не по дну, а в районе океана. Вот этот излом, который, когда находит одна плита, мы говорим о геологии, одна плита находит на другую, и оно идет по этому всему берегу, начиная с штата Вашингтон и идет аж в Калифорнию. И мы передержали по времени, ученые говорят, уже передержали. Эти плиты должны были дернуться давно. И тогда будет огромной силой и огромной мощностью будет землетрясение, катаклизма, который... Ну, значит, и цунами, если это произойдет в море. Совершенно верно. Волны будут достигать 100-метровой высоты океан. Поэтому, так сказать, когда я слышу то, что ты говоришь, для нас это не есть новое. То есть мы слышали об этом, они говорят, 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 и действительно в безопасности находится только тот христианин, который в Боге богатей. Который слышит и движет Духом Святой. Совершенно верно. Еще одна деталь. Один брат вопрошал о том, чтобы ему переехать в Мексику, и Дух Святой сказал ему, это не мое было пророчество, что в Мексику не езжай, потому что там будет много золы. Возможно, там тоже взорвется какой-то вулкан. То есть практически своевольно бежать никуда нельзя. Ты не знаешь, что где загремит. Но практически бежать и некуда. Нужно быть в Боге, потому что везде вспыхнут огни бедствий, и нужно держаться во Христе Иисусе, чтобы ты был сохранен прямо среди огня. Нелли, никуда не убежишь, потому что в Америке чуть ли не, скажу сколько, 700 миллионов машин, фривеи узенькие, никуда не убежишь. На фривее выйдет 200 машин, и все заблокировано. А я уже не говорю, за 10 миллионов машин станут на фривее. Никуда не убежишь, никуда не скроешься. Вот только если в Боге богатеешь, то, что называется, убегаешь в эту башню под именем Господа, и там будешь в безопасности. Наверное, по-моему, других советов и других ответов не может быть. Только богатеть в Господе. Укрыться в Господе, укрыться в Его имени святом, укрываться в Его слове, утешаться Его словом. И вообще быть готовым к вечности. Юр, пока никто не звонит, можно я одно свидетельство расскажу? Пожалуйста. Ты помнишь, я свидетельствую о том, что Бог меня исцелил от рака? Было такое, да. Да, это было в феврале месяце. И в марте или в апреле месяце я обнаружила у меня на щеке внутри ранку. Я думала, что я просто зубом пережала тело щеки, и поэтому там образовалась ранка. Но через время я заметила, что она разрастается, разрастается, разрастается. Я пошла к дантисту, он сказал мне, это, наверное, грибок, и дал мне какие-то мази. Ничего не помогало. Он менял мне мази другому дантисту. Пошла третьему дантисту в течение пяти месяцев. И ранки умножались. Потом они появились на другой щеке. С другой стороны, это как бы рваная рана, но совершенно безболезненная. Потом я обнаружила, что у меня на языке белые пятна, похожие на стоматит. Детский стоматит, известная болезнь, грибковая болезнь. И врач сказал, наверное, это стоматит. Но он сказал мне, у тебя под языком тоже уже все побелело. Как бы покрытие такое белое. Наверное, стоматит. Выписал мне очень сильную мазь. Ничего не помогает. Я летала в Америку сюда, береглась как бы немножко, не ела острое. Уже не могла горячее брать, уже кислое не могла брать, острое не могла. Потому что из-за этих ранок язык оголился. Эпитилий, верхняя кожица, сошла. И я стала сильно молиться. Говорю, Господь, я не могу так жить. Мне скоро ехать на импакт, а я здесь с опухшим языком. Он не был сильно опухшим, но чуть-чуть припухший. Напряжение было во время разговора. И Дух Святой сказал мне, молись о том, чтобы сокрушен был корень болезни. Я поняла, что это не грибок. Потому что у грибка нету корня. Он локальный, он всегда на одном определенном месте. Я стала сильно об этом молиться. И тут меня послали на проверки разные всякие, потому что уже увидели 9 месяцев. В Германии. Да, в Германии это было, да. В деревне, где я живу. Брали мазок, брали, очипыли кусочек щеки. Всякие проверки делали МРТ. И выяснили, что у меня неизлечимая болезнь. Вторая серия. Оказывается, это тоже определенная форма стоматита, которая приходит из-за истощения нервной и иммунной системы. То есть рак вызвал вот такие последствия. И врач говорит, вы, наверное, сильно переболели. Я говорю, да, был такой момент. Он сказал, я должен вас огорчить. Эта болезнь не поддается лечению. Но мы можем дать вам гормональную мазь, которая снимет хотя бы воспаление. Раз болезнь не поддается лечению, понятно, что у меня есть только один выход. Иисус Христос. И тут мне пастор случайно по телефону говорит. Он не знал, что это было как слово Рэма. Что пастор Яков Нойфельд. Мой пастор, ты помнишь его имя, наверное. И он говорит, я с женой каждое утро принимаю вечерю. Это пастор города Оснабрюка, источник жизни. И, Нелли, ты не представляешь, как приходит сила Божия, слава Божия, обновление тела. Я думаю, вот это я и буду делать. Но Толик всегда рано утром уходит на работу, он встает 4 часа ночи, очень тяжелая работа, он на грузовике работает. И я подумала, хорошо, можно найти кого-то из деревни, с кем можно вместе принять вечерю. У нас нет напряжения в отношении вечерей. Мы по ячейкам постоянно ее принимаем. Женщины или собрались, или братья есть с нами, неважно, мы принимаем вечерю. Как написано в Евангелии, они по вечерам собирались, первая апостольская церковь, в домах и принимали вечерю каждый вечер. Почему? Потому что вечеря это сила жизни, тело это сила жизни, кровь это сила обновления, сила воскресения. Поэтому вы должны быть всегда готовы к принятию вечерей. Да, поэтому у нас в Матсах всегда есть. Всегда рассуждать о теле Господне. Мы не просто рассуждаем. Вы не имеете права механически это делать, я так понимаю. Нет, еще глубже. Однажды я 15 минут пророчествовала о силе тела Иисуса Христа. Такие детали, которые я сама не знала, Дух Святой вскрывал глубины вечерей. Потому что о крови мы много книг имеем. И я поняла, насколько глубоко Бог говорил, если бы вы рассуждали о силе власти действия разорванного моего тела, вы бы через мои раны получали моментальное исцеление в вечере. Но вы делаете это автоматически, поэтому проходит как бы все мимо. Хотя о крови мы больше знаем. И так как я сама об этом пророчествовала, я уже давно в это углубилась. Как раз я слушаю проповедь Джозефа Принца, и он говорит, что наши больные каждый день принимают вечерю. Думаю, я это буду делать. Уже второе свидетельство. Так что я решила, что я 7 дней подряд буду принимать вечерю. На какое-то время, да? Да, только 7 дней. Только 7 дней. Ради исцеления моего языка. Тем более, что кровь Иисуса попадает в мой рот. Я со слезами провозглашала силу крови, потому что я хочу исцелиться от этой неизлечимой болезни. Я, конечно, говорила о власти, которая несет это вечеря. Даже не вечеря, а кровь и тело. Я говорила, я отдаю свои раны в разорванные раны Иисуса Христа. Я отказываюсь от своих ран, потому что Иисус уже понес эти раны, и он уже был разорван. У меня на самом деле раны разорванные во рту были. И каждый день, когда я делала так, я посмотрела на мой язык, что уже идет движение, что уже идет движение, но я ожидала, я ожидала исцеления. Вот в прошлый раз я исцеление по-другому получила, силой веры и провозглашения, а в этот раз решила вечерей. Еще я говорила, кровь Иисуса течет в моих жилах, я принимаю в мои жилы. При том, когда я брала вино, то я старалась полоснуть мои щеки этим вином и говорила, сейчас мои раны мываются кровью Иисуса Христа. Я понимала, что это прообраз силы власти и торжествующее движение триумфальной силы Божьей. На четвертый день я почувствовала, что у меня во рту какие-то крошки появились, как бы тело. Я открываю рот, перевернула мои щеки, оказывается, все ранки отпали. Это было настоящее чудо. Я так прыгала от радости. Вот здесь-то я точно прыгала. Я говорила, Господь, ты живой, я знала, что ты живой. Но я еще раз воуче увидела силу крови, силу воскресения. Так что у меня теперь здоровые щеки. На языке сошли почти все болячки, но еще окончания или остаточки остались некоторые, не до конца. Некоторые семьи, они даже с самовением ног делают, муж с женой. Мы тоже делаем иногда с самовением ног на празднике. Я даже не за церковь говорю, я говорю в домашних условиях. Они принимают тело, принимают кровь Иисуса, и перед этим они омывают ноги друг другу, муж с жене, а жена мужу. И таким образом они исполняют заповедь. Как фактор смирения. Совершенно верно, да. И это то, что ты сказала, это не из ряда вон выходящего, то есть оно по Писанию. Потому что если в наших церквах принято раз в месяц, раз в месяц, и у некоторых наших драгоценных зрителей округлились глаза, как так можно каждый день в течение недели. Друзья, это не противоречит даже не букве, даже не духу Писания. А факту, который там стоит. Ежедневно, да. Во второй главе и в третьей главе Деяния Святых Апостолов. Поэтому это нормально. Да благословит Господь. Друзья, может быть, Нелли, вот этот пример, можно рекомендовать, оно сработало. Это духовный принцип о вечере. Оно сработало для исцеления. Можно рекомендовать для тех людей, которые, может, находятся сегодня еще хуже, в смертельной опасности, болезни. Каждый день. Ну понятно, это так, как ты говоришь, ты подходила со слезами, с благоговениями. Оно не может быть автоматически. На телефоне, на фейсбуке. Нет, мы закрывались от всего внешнего мира. И все выключали. Только сосредоточиться на власти и благодати. Потому что если в одной руке айфон, в другой руке интернет, а в третьей руке еще что-то, а там кусок хлеба. Да, это небрежность. Это небрежность. Вот так Бог да благослови. Друзья, телефон прямого эфира 916-844-1011. Мы выведем вас прямо в эфир. Кроме того откровения относительно приближающихся бедствий, что еще было? И было ли? Об Америке было только вот такой кусочек, потому что дома я не молилась, а молилась об Америке в самолете. Но Господь предупреждает, что катаклизмы начнутся практически везде, что очень малое время осталось. Поэтому Господь говорил, если вы хотите выжить, вы должны сейчас так глубоко уйти в поклонение и глубоко уйти в присутствие Божие. Потому что автоматически никто не выживет. Будет напряжение не только в Америке, в Европе. Мы видим, что нам уже не нужно откровения, хотя Бог говорил о том, что будет засилие мусульманства в Германии. Помнишь, я еще в прошлый раз рассказывал, что Бог давал откровения о верблюдах и о мертвых мухах, которые в безмерном количестве прилетят в Германию. И мы теперь видим, что интерпретация одного пастора, который сказал, что это будет мусульманское нашествие, оно исполнилось, да. И предупреждение было очень серьезное, что эти мертвые мухи, они смертельны и принесут с собой очень много опасностей. Мы видим сейчас очень серьезные политические изменения. Так что люди даже боятся по улицам ходить. Мы отправляем своих детей в школу, возлагая руки, чтобы они вернулись живыми и не изнасилованными. Это очень серьезно. Только в одну ночь было изнасиловано, по данным полиции, полицейских звонков, 700 девочек. И никто не приехал на помощь, потому что полиции запрещено защищать, если наступают сирияне. Сирияне как бы получили все права или свободу действовать криминально, и их за это не наказывают. То есть это из-за того, что Бога в разуме не имели, там написано насчет того, что Бог предал превратному уму. Мы видим Европу из-за того, что Бога в разуме не имеют. То есть у них все получилось на бекрень. То есть у политиков все на бекрень. То есть настолько ослепленены, не видя то, что идет исламизация, мощная исламизация, самоуничтожение, некогда Богом благословенной нации. Я не помню, кажется, я не рассказывала эту деталь, но еще лет 10 назад Господь мне говорил, это пророчество стоит в интернете, оно называется Германия, Украина, Рига и Германия, Украина. Господь говорил так, отниму ум у глав народа и будут разорять сами свою страну. Штрафы повышаются, чтобы обеспечивать 2 миллиона беженцев, которых они привели добровольно. И сейчас еще у Турции забирают беженцев. Турция понимает ситуацию, что это ненасытный народ. И обеспечение этих людей полностью за счет государства. По школам забирают. Правда ли, что ссылаются на демографию, демографический кризис, так называемый, отсутствие, так сказать, рождаемости? Да нет, конечно, не эта причина. Потому что еще в массовом количестве ненцы находятся за границей. И они подают заявление, отказы приходят на заявление. Когда на Украине было бедствие, военное положение, оно было неофициально, но внутри гражданской как бы такое смятение, очень много украинцев ехало в Германию, чтобы получить политическое убежище. Им всем почти отказали. На почве хитрой умной науки говорили, есть дублинское соглашение, поскольку вы проехали через Польшу, возвращайте свою родную Польшу. Потому что это соглашение гласит о том, что первая страна, куда стопит нога беженца, должна его принять. Но у них были широкие возможности принять этих граждан. Всем европейцам отказали, украинцам, но на их место приняли мусульман. Я вижу, что разум действительно не работает в полном функционировании. Правда ли, если ты в теме, что то, о чем говорят некоторые наши евангелисты, пастыря, учителя, что Господь этих мусульман привел, с чем я могу согласиться? Отчасти. Только отчасти. У меня огромный вопросительный знак на это утверждение. Господь этих 2 миллиона вывел в Германию или в Европу, которая по большому счету без Христа осталась, к стыду и сожалению, для того, чтобы их евангелизировать в Европе. Или дьявол, то, что он запланировал перед приходом Иисуса Христа, побольше таких, как сам за собой в преисподнюю, то есть, дабы мусульмане были дровами для ада, для преисподней. Это понятие не соответствует духовной реальности. Германия практически духовно пала. Как человек полуживой может евангелизировать и спасти другого? Скорее всего, я вижу здесь другой фактор, что мусульмане подтолкнут уснувших христиан пробудиться и прийти к Богу. И думаю, что мусульмане просто будут иметь сами откровения, получат от Бога знания и будут приходить ко Христу. Хочу сказать радостную вещь, что наша церковь сразу закупила огромное количество библий на арабском и в нашу церковь привозят постоянно с лагеря мусульман, их евангелизируют, или находят тех, кто заинтересован, или тех, кто уже где-то принял Иисуса Христа, хотя бы православный. И у нас даже нашелся переводчик, который мусульманам постоянно переводят. Мы Нину примем. Моя племянница Лучия переводит по-английски, если нет переводчика. Мой сын арабский учит ради нее. Вау! Ну, Господь! Нина, вы в прямом эфире, слушаем вас. Добрый вечер! Я хотела бы дать Нелле такой вопрос насчет умывания ног. Как они понимают, что вы объяснили? Потому что многие говорят, если не умываешь ног, то не имеешь счастья. Вы говорите во время вечерей, да? Вы говорите перед вечерей, если не за это вы говорите. Я думаю, что там текст по-другому звучит. Это, наверное, 13 глава, да? Иоанна. Он говорит, что не имеешь счастья со мной совсем по другому поводу. Можешь прочитать, чтобы я не ошиблась? Могу, конечно, да. Ибо если не умоешь ноги, не умою ноги, не будешь иметь счастья со мной. То есть Иисус показал пример смирения, и Он не показал это как традицию и обязанность. Но как духовную сущность Он открыл именно вечерю вино и хлеб. Потому что Он сравнил с собою и показал, что Пасха я, Пасха наши Христос, заклан за нас. Поэтому вино и хлеб это Его ломимое тело, и вино это Его текущая кровь. Петр говорит ему, не умоешь ноги моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. Не имеешь счастья со мной. Я думаю, что Иисус воссоединился с ними именно на вечере через этот акт, что я хочу служить вам сейчас как раб, я унижаюсь перед вами. И я показываю вам пример, что вы должны постоянно унижаться перед другим. И если на каждой ли вечере есть омовение ног, мы не видим в этом большую необходимость, потому что Библия не установила это как порядок. Но зато дальше Иисус говорит, делайте это в моё воспоминание. Да, совершенно верно. Он не говорит об омовении, делайте это в моё воспоминание. Он говорит о чаше и о хлебе. Вот это делайте в моё воспоминание. Дело в том, что мы привязали это омовение ног, мы привязали к вечере Господне. Хотя... А можно в другом случае сделать? Мы можем делать это постоянно. Люди встречаются, приезжают. Дело в том, что Папа Римский, он часто это делает. К величайшему изумлению своему, две недели назад присылают мне по e-mail, оповещение о том с Россией, что уже патриарх Кирилл, московский патриархат, это самый главный поп. Из Смоленска, знаю его. Да, так вот он делает омовение ног своим этим... Ну, своим... Кто у него там? Помощником. Диаканом, да. Впервые. Ну, кардиналы этого Папа Римского, да. Папа Римского. А там своя иерархия. А он делает впервые это. Ну, это там, наверное, просто в знак, ну, так сказать, в какой-то значок. Уважение. Уважение. Да, поэтому оно не обязательно должно быть привязано к вечере. Но если в церквах это учреждено, Бог да благослови, я так понимаю. Во многих церквах это учреждено. У нас 500 членов, и на Пасху мы всегда делаем омовение, как знак смирения, умоления перед ближним. Что у тебя есть на сердце, Азанеля? Что от Господа у тебя на сердце? У нас осталось 4 минуты. Да, если я вижу, как люди подходят ко мне со своими болезнями, то мне всегда хочется рассказывать и утвердить вас, дорогие братья и сестры, нет болезни, неизлечимой для Иисуса. Еще один пример буквально свежий. Когда я была здесь у вас в ноябре, мне подарили здесь какую-то фрукту, я поела ее непомытой. Я так сильно заболела, у меня было расстройство желудка и страшные рези. Я 3 дня лечилась всеми травами, какие у меня были с собой, березка, настойка, почки, очень сильно лечит и холеру даже, и не помогло. И прополис пила, и до конца не помогло. Когда я приехала домой, по моей неосторожности, как раз прямо в день приезда я добавила проблему, я съела с холодильника паштет только верхнюю часть, возможно, он уже давно был открыт, и он побелел. И, наверное, там были сармонели, это тоже микробы, которые прибавились к моему уже болезненному состоянию. Меня так сильно тошнило, что при движении головы меня тянуло на рвоту. Я поняла, что у меня какое-то серьезное заболевание. И каждое утро, когда я умывалась, я не могла наклониться, потому что мне сразу тянуло на рвоту. Я стала сильно вопить к Богу. Бог, ты мой исцелитель, ты мой исцелитель. Я уже знаю, что ты мне всегда исцелял и побеждал. Я провозглашала разные места Писания. Но, Господь, дай мне откровение, что со мной. Понимаете, если есть физическая возможность узнать, что с тобой, Бог не обязательно будет давать тебе откровение. Я опять пошла на компьютер. И когда моя сестра Лили Мертос меня проверила, которая, кстати, завтра будет вести лекцию у Александра Шевченко, в 7 вечера. А мы, по-моему, решали ее пребывание. Она в 10 утра у тебя? Не у меня, на импакте. Да, у вас на импакте. А в 7 вечера она ведет у Шевченко лекцию о Библии и здоровье, как выходить с поста, как заходить в пост против разных болезней. Расскажет науку, диетологию и лечение. Но сейчас другой фактор. Она проверила меня и сказала, Неля, ты опять висишь между жизнью и смертью. Потому что странного вида микробы заполнили весь твой организм, даже сердце, почки, надпочечники, поджелудочные. Я сама видела на экране везде черные точки. Это говорит о том, что организм в крайне кризисном состоянии. Я сама это видела. Ты должна отдыхать почаще. У нас минута, кстати. Нет, это было отравление. И я стала молиться, Господь исцели меня. Вдруг я смотрела передачу одного африканского пастора, который молился для публики и говорил, Вы можете помолиться вместе со мной. Это был тебе Джошуа. Я отрекалась вместе с ним от всякой болезни, от всякого поражения. И когда я отрекалась вместе с ним, прямо Дух Святой сошел на меня. Я не просто отрекалась. Я говорила, вон во имя Иисуса. Я активно себя вела. Вон, выходи из моего живота. Всякая бактерия, всякое поражение. И когда я так активно противостояла этой болезни и говорила, я буду истинна во имя Иисуса Христа, вдруг у меня началась рвота. Шесть раз, наверное, была эта рвота. Я сидела на кровати, схватила какую-то кофту, чтобы просто защитить себя, потому что я не ожидала такой реакции. И я была освобождена. Я прошла потом, диагноза никакого не было. Вот такая Нелли Мертис. Друзья, мы приходим к завершению эфира. Спасибо, что вы были с нами. Нелли, спасибо. У тебя будет еще несколько эфиров на «Импакте». Завтра и пятницу. Даст Бог. И Бог да благослови вас. Друзья, давайте практиковать вот такие благословенные примеры, такие советы. Практиковать, молиться, омывать ноги друг другу, вечерю преподавать. Мужу с женой, жена может. Это нормально. Это по Писанию. Это не противоречит. То есть совместно, да? Совместно, да. Молиться друг другу, поддерживать друг друга и любить Господа, и читать Его Слово. Пребывать в духе, ходить в духе, ходить в победе, ходить всегда в исцеление. Так здорово быть всегда исцеленным. Нелли, так здорово ходить всегда исцеленным. Но если даже и случаются какие-то моменты отклонения. Атаки есть, и они часто случаются. Да. У нас есть кровь Иисуса Христа, у нас есть защита, защита Святого Неба. Поэтому оставайтесь с нами на «Импакте». До следующего эфира. Завтра это будет прямой эфир утром и вечером. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословены. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!